Всем привет! С вами Ник Спейс и сегодня у нас Development Preview 3. Да, разработчики все еще продолжают нас радовать новыми инсайдами с большого обновления нового, но в этом Development Preview вы узнаете немножко больше нового и что нас ждет в ближайшем небольшом обновлении из этого большого контента. Перед началом я хочу сказать, что в описании находятся ссылочки на мои соцсети это Dzen, где я пишу отличные интересные статьи на тему видеоигр, Discord канал и наш Twitch канал, где я пока не бываю, но скоро буду. Да, это такой мини-анонс, что скоро будет у нас Steam. Итак, начнем мы с того, что нас ждет в новом небольшом обновлении, а именно версия 0.6.0. В этом обновлении нас ждут два новых призрака. Да, в очередной раз нам добавляют новых призраков. Их уже показывали, первого призрака показывали в первом Development Preview, но я это не включил. Кстати, если не смотрели предыдущие разборы Development Preview, найдите их на канале, они последние, последнее видео два. Поэтому сейчас вы можете увидеть два, двух новых призраков, сейчас показали второго. Также нас ждет именно в этом маленьком обновлении новый дизайн грузовика и совершенно новая система распознавания голоса. К сожалению, нам не рассказали, чем именно будет заключаться сама эта система распознавания голоса, чем она будет новая. Но, скорее всего, я предполагаю, что они просто улучшат уже, ну, как бы, просто система будет распознавать ваш голос намного лучше. Возможно, наконец-таки, система научится более качественно распознавать иностранные языки, то бишь, отличные от английского, соответственно, русский язык там и так далее. Потому что раньше она не очень хорошо работала с языками, отличными от английского, поэтому приходилось все время играть на английском, чтобы игра хорошо это воспринимала. Возможно, сейчас все улучшится, будем надеяться. Перейдем дальше к более интересным вещам, а это новый пользовательский интерфейс главного меню. Тоже мы получили в новом польском интерфейсе. А именно, меняется способ создания лобби для игроков. Теперь игроки будут создавать публичные и приватные лобби на одном экране, что, как по мне, крайне удобно, потому что не нужно перезаходить, если вы вдруг ошиблись в выборе создания лобби. И, главное, у вас появится несколько новых опций, как у хоста. Вы можете установить максимальный лимит игроков для ваших игр. Если вы хотите сегодня играть только вдвоем, то, пожалуйста, никто не ограничите или втроем, и так далее. Соответственно, это очень удобно, но это не самое интересное. Дальше на новом экране выбора лобби появится новый фильтр для языка, на котором говорят игроки. Это позволит игрокам указать основной язык, который будет использоваться в этих играх. И он необязательный для установки. То есть вы можете поставить вместо конкретного языка, на котором будут разговаривать лобби, вы можете поставить просто любой, подразумевая, что рады всем на любом языке, соответственно. Дальше мы переходим к нашей уже полюбившейся новой обновленной, переделанной психбольнице Sunny Meadows. И в этом Development Preview нам решили показать побольше предметов, которые будут находиться. К сожалению, эти объекты, скорее всего, не интерактивны, лишь нужны для... как часть интерьера, но все-таки. На этой неделе CJDXN, это один из главных дизайнеров игры, создал несколько ужасных орудий пыток для использования в запретной зоне. Если вы смотрели второй Development Preview, то вы помните, что в Sunny Meadows, кроме основных, как бы, крыльев, будет еще и такая, так сказать, запретная зона, где проводились страшные эксперименты над пациентами. И вот, как раз, видимо, эти предметы мы там и встретим. Некоторым пациентам посчастливилось получить стоматологические услуги бесплатно, даже если не по своей воле. Пишут нам разработчики под инструментами для стоматологии. Если вам повезет и вы будете выбраны, вас могут взять на обследование или что-то еще получше, это уже приписочка к следующему пакетику с интересными предметами. И некоторые из врачей в Sunny Meadows имеют несколько интересных способов лечения больных, а это нам показывают новую локацию, видимо, из запретной зоны. Перейдем к обновлениям, посвященным сложности, настраиваемости сложности игры. Да, может быть, я не очень грамотно высказался, но вы поняли. В общем, сложность, которую вы можете настроить сами. Нам разработчики сообщают, что все идет полным ходом, разработка успешно идет, и это прекрасно. Перейдем дальше к ID-карточкам, потому что про сложность нам вообще ничего не рассказали. А вот об ID-карточках нам кое-что интересное рассказали. Они добавили возможность переключаться между темой роль и темой престиж. Как вы видите на экране, теперь вы можете выбирать, что будет отображаться на вашей карточке. Ваш престиж или ваша роль. И вообще вы можете полностью скрыть любые значки, если хотите. По-моему, это отлично, опционально и вообще просто великолепно. Теперь перейдем к самому важному, что тревожило многих игроков после объявления. А именно, система репортов. Как разработчики нам пишут, что они видели много опасений по поводу того, что этой системой могут злоупотреблять или игнорировать ее. И они спешат нас успокоить. А именно, новый сотрудник, который появился в студии, усердно работает над созданием новой системы отчетов. Чтобы разработчики могли просматривать отчеты, запреты и использовать фильтры и многое другое. Чтобы отделить нормальные репорты от таких вот злоупотребляемых репортов, когда вас просто вот токсичат и пытаются закидать репортами. Как они сообщают нам, что это позволит им наиболее оптимальным образом банить игроков. Соответственно, и обещают, это очень важно, что они обещают нам, никто не будет забанен из-за того, что лобби игроков решило потроллить и написать на кого-то сообщение за то, что он плохо играет. Дальше нам сообщают про то, что длительность бана будет зависеть от проступков. Так что вы не будете забанены навсегда за что-то более низкое по шкале проступков. Повторные нарушения увеличатся продолжительность вашего бана, а также в конечном итоге придут к пермаментному бану в многополе для всех лобби. Включая, кстати, приватные игры. То есть, при пермаменте вы вообще не сможете играть в мультиплеерную версию фотофобии. Соответственно, вы сможете играть только в соло. И, наконец, я лично этой функции очень ждал. Это, так сказать, последнее, что они нам сообщают, но не по важности. Они добавили в журнал внутриигровую страницу недавней игроки. И какое счастье, потому что Steam, к сожалению, когда заходишь в недавние игроки, он не фиксирует тех, с кем ты уже поиграл в лобби, ну, как бы, игру сыграл. Он их не фиксирует. А иногда хочется, как бы, с человеком продолжить играть, а кто-то вышел, или вы вылетели, или что-то не так. Но, в любом случае, потерялись. И найти второй раз уже проблематичнее. Теперь эта проблема будет решена. Нам добавят страничку недавней игроки. И, соответственно, вообще они сделают, как они пишут, что если вас из лобби выгнал хакер, а вы не смогли, допустим, на него репорт успеть оформить, теперь вы можете это сделать. На этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось. О стриме я сообщу немного позже, когда он пройдет. И с вами был Ник Спейс. И я увижу вас в следующем ролике. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok